Хе-хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэйнби, в этот раз мы в DCS World 2.5 на самолёте AV-8B Harrier, и в этом видео я расскажу вам про обновление режима CCRP на этом самолёте. Поскольку если вы сейчас попробуете управляемые бомбы применить в режиме CCRP, то у вас ничего не выйдет, я вам так скажу, поскольку смотрите, давайте выбираю режим воздух-земля. Сторс, выбрал ГБУ-12, сразу включу взрыватель, вывожу прицельный контейнер на правый монитор, и смотрите, даже если я откну прицельную метку куда-то на землю при помощи прицельного контейнера, линия сброса бомб в любом случае не будет появляться, несмотря на то, что прицельная метка поставлена. И что же делать, как же быть, спросите вы меня. Ну, тут всё дело в том, что теперь режим CCRP на Harrier работает только с привязкой прицельного контейнера к целевому ППМ. Так, давайте сброшу прицельную метку двойным нажатием Undesignate. Оп, теперь иду в меню ESSD, и цели у меня находятся в районе третьего ППМ. Давайте выбираю третий ППМ. И теперь появляется линия сброса бомб, когда я привязал прицельный контейнер к целевому ППМ. И сейчас я прицельный контейнер перемещаю, и вместе с ним двигается и линия сброса бомб, как она это, в общем-то, и должна делать. Ну, а в остальном всё так же, как и раньше. Теперь, когда у нас есть привязка к целевому ППМ, наводим контейнер на цель, какую хотим поражать. Допустим, я хочу по этому танку отработать. Найти, отжимая паузу. Влечу к цели. Да, сразу обращаю ваше внимание, что эта полоска на шкале курса показывает направление не на целевую метку, а на целевой ППМ. Это важно учитывать. То есть, да, целевая метка и целевой ППМ могут находиться отдельно друг от друга. Такс, 10 секунд до сброса. Подлетаю к цели. 5 секунд до сброса. Кнопку сброса зажал. Бомба сошла. Отлично. Лазерный целеуказатель включил. Ну, блин, как же команды на Хатас не хватает для включения лазерного целеуказателя, но что поделать. Бабах. И цель поражена. Отлично. Давайте лазер выключил. Ну, как вы можете заметить, за исключением этого небольшого отличия, ну, что нужно прицельный контейнер обязательно привязывать к целевому ППМ, ГБУхи с лазерным наведением работают все так же хорошо, как и раньше. Ну, а сейчас кто-нибудь поинтересуется, Бэмби, а что мне делать, если у меня нет целевого ППМ в районе сил неприятеля? И я обнаружил супостата в режиме сноуплоу, ну, в режиме свободного поиска прицельного контейнера. Что же делать в такой ситуации? Ну, в данном случае нужно просто переставить выбранный ППМ туда, куда направлен прицельный контейнер с последующим осуществлением привязки. Давайте я вам покажу это. Выбираю третий ППМ. И, как вы можете заметить, третий ППМ вообще где-то в стороне находится. Вот он. То есть он находится не передо мной, а сильно левее. И если я обнаружил какие-то цели при помощи свободного поиска прицельного контейнера, вот, группа техники. Давайте наведу прицельный контейнер на этот танк. Почему бы и нет. И теперь, для того, чтобы переставить выбранный ППМ туда, куда направлен прицельный контейнер, мне нужно воспользоваться командой Waypoint Increment на хотас. Вот эта команда Waypoint Increment, которая служит для того, чтобы переставлять выбранный ППМ туда, куда направлен прицельный контейнер. Как раз таки для похожих ситуаций. Ну вот, смотрите, прицельный контейнер у меня по-прежнему наведен на неприятеля. И сейчас от меня требуется осуществить долгое нажатие Waypoint Increment. Зажимаю команду. Зажал. Отпустил. И, как вы можете заметить, теперь третий ППМ переставлен туда, куда смотрит прицельный контейнер. Ну и сейчас мне нужно осуществить привязку к кнопке Designate. Видите, точно так же появляется линия сброса бомб. В общем, если мы обнаружили цель в режиме свободного поиска, то выбранный ППМ нам нужно просто переставить туда, куда направлен прицельный контейнер. И делается это при помощи команды Waypoint Increment. Ну вот, как-то так. На этом у нас на сегодня все. Надеюсь, это видео было кому-то интересно. И всем спасибо. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok